Добрый день! Сегодня у нас остается на ступени мимические рефлексы, два пункта, роль мозговой коры, выполнение мимических движений и происхождение мимики. Сегодня будем подробно разбирать. Ключевой здесь закон или как аксиома, когда разрушают передние области мозговых полушарий, это приводит к расстройству в области воли и чувствований. Откуда это взялось? Из экспериментов над животными. Им удаляли переднюю область, лобные доли. Становились пассивными, равнодушными, апатичными, слабые воли. Не было концентрации внимания. Точно так же, коль человек это четырехэтажная конструкция, у нас есть биология как определенный этаж, для человека это точно так же характерно. И когда человек, как Ирина Николаевна нам подсказала, не развивает волю, а воля это у нас от… Выход из ограничений, осознание собственных желаний и концентрация внимания при помощи воли, выхода и постановка себе задачи дисциплинарно самому или самой научиться свои желания воплощать в жизнь. Преодолевать называется. Если мы вспомним, как распаковывается у нас данная ступенька или данный квадрат, данная плоскость, то первое здесь идет «от меня ничего не зависит». Убеждение, которое основывается на бесконечных ограничениях, на игноре, на невнимании к ребенку или к подростку. И тогда абсолютно для того, чтобы выжить, включается вот такая динамично устойчивая внутренняя борьба. И за счет «да ничего не получится, да не то». Внутри, в виртуальном внутреннем пространстве идет борьба, а внешних проявлений нет никаких. И переходим к более обширному пункту – происхождение мимики. Будем рассматривать воззрение Дарвина, а именно различные средства напугать врага, как это делают четыре вида реакции или… Как это делается в природе, в животном мире. И точно так же это делает и человек. Конечно, потому что он из того же не понимает. Когда он не осознает, что происходит, когда у него отключено сознание, он… Когда его нет просто. Когда его нет. Он видит только то, что видит, он мало что слышит, он ничего не осознает, ничего, кроме как покушать и поспать. Но запахи только примитивные, на которые он настроен, и действия вкусовые, да, жизнь на вкус, она будет ограничена. Уровень первой батарейки или рептилия. Здесь характерна мнимая смерть или оцепенение. Застывание. Застыл. Отмороженое так и называют. Замороженное, отмороженное. Застревание. Лежу. Иногда это может быть и польза пассивно-оборонительной мимики. Особенно. Знание. У людей говорят, лежачего не бьют. Значит, это поражение. Человек всегда внутри признает свое поражение. И от этого момента начинается развиваться совсем другая ситуация. Действия произрастают только от собственного решения. Как человек решил, так и пошел развиваться сценарий. Как решил, так и пошел развиваться сценарий. Да. Движение. Посмотрим сначала, как у животных. Здесь животные накапливают воздух в дыхательных и ротовых полостях, чтобы хватило воздуха для борьбы. Это напугать. Это производное. У человека это производное. Если в природе это у нас земно-водные, земно-водные, присмыкающиеся, они раздувают тело. Хотят показаться больше, чем есть. Нам уже знакома такая реакция, собирательная у человека, словом, посудной лапкой раздувается. Я крутой, я такой. Плохая игра. Очень интересный представитель. Площеносная ящерица. При раздувании она прямо вот так вот в щит вокруг шеи превращается в воротник. Щит-воротник. Мешок у варана и расширение кожи вокруг шеи у змеи. Кобра, она же расширяет. Показательное выступление. Соберу все на себя, надену, как это вот. Новогодняя юбка, да, и никто не догадается, что вот оказывается все не так. Почему реплика так, я же тебе рассказывала. Митрошек, Шанель, все остальное так все. Вышел в люди человек. Да. Митрошек, Шанель, все остальное так все.